Всем привет, с вами я Глеб И сегодня мы с вами начинаем проходить игру Ходячие мертвецы Что ж, давайте-ка нажмем играть И выберем Новую игру Так, стандартный Ну естественно Выбираем первый эпизод, так как Глупо забегать куда-то далеко, при этом И начинать игру сначала Ну ладно, жмем играть и Эх, понеслась Кстати, насколько я знаю По-моему, перевод субтитров Этой игры сделан фанатами Но субтитры хорошие Вполне переведено отлично Такая вот нагнетающая музыка Была Эпизод Первый, новый день Ну Посмотрим Че за день-то Видим Грустное лицо нашего главного персонажа Хотя Хотя ничего в этом веселого нет Потому что мы в наручниках И едем в копской тачке Естественно Мы не на пикник собрались Итак Мое мнение Это ты этого не делал Ну Лучше здесь мы промолчим Нет Определенно нет Знаешь Я отвез эту гребаную тюрьму Уже к кучу парней И бог знает сколько И обычно к этому моменту Я слышал Я этого не делал Ну и что ты отвечаешь Я говорю Да Я знаю Что это не ты Ну Мы уже осматриваемся и так Я немного читал твое дело Ты ведь из Мэйкона Не так ли Значит ты тоже из Мэйкона Конечно 70-е я приехал в Атланту Чтобы быть городским копом Всегда хотел поработать наделом Об убийстве Ну как эта сенаторская заварушка Которой ты замешан Ну при всем моем уважении И это очень неприятно Черт возьми Когда-то вся моя семья Была зафигдотаями В аптеке твоих родителей Она все еще там? Конечно Отлично Опа Разве это для тебя не так важно? Важно Но эта коробка никогда не затыкается Если сидеть и внимательно сушить ее То может смехнуться У меня есть племянник Учится в университете Джорджии Ты так давно преподаешь? Шестой год Ты встречал свою жену в Афинах? Хочешь знать мое мнение? Конечно Черт Черт Хотел сказать Но резко промолчал Хотя может Ты просто женился На той женщине Так Так Посылать мы его не будем Поэтому просто промолчал Так Какая-то суматоха в городе Даже не понимаю Что происходит Однажды я вез одного парня И он вел себя хуже всех Он без остановки твердил о том Что он не делал этого Это был взрослый парень Большой С добрыми глазами За очками Которые носят умники И он просто плакал И причитал Что это не он сделал Ревел Хлюпал прямо там Где ты сидишь Через какое-то время Он начал биться об спинку сиденья Как суетливый ребенок в самолете Но я сказал ему прекратить Что это собственность правительства И я буду вынужден вырубить его Ну если он не остановится Ну он замолк И исчерпав свои аргументы Потом начинает плакать Со своей мамочке Мама Это большая ошибка Это был не я Да уж Да Да не то слово Они поймали этого ублюдка С окровавленными руками Он убил свою жену И резал ее на части Когда ребята вошли в дверь А потом сидел в моей машине И орал как псих Что это не он Да Думаю он сам в это верил Это говорит о том Что люди начинают сходить с ума Когда понимают Что жизнь закончена Ох У меня есть еще одна Очень хорошая история Она не такая депрессивная А более веселая Веди блять машину Ох-ох-ох Вот это вам Ребят покатались Весело начинается игра Опа-на Замбеги Какие-то выстрелы Уже явно Нехороший знак Интересно как Замбеги Нас еще не обнаружили Не попытались рубить Машины стекло Ох 105 Ч STUDENT Ох 5 Еще наш персонаж Все никак очнуться не может Так стоп Часы Откуда у нее часы Вроде бы у него их не было Ай Ох Черт Пить охота. Блять, моя нога. Опа-на. Весело. Весело, я смотрю, тут погуляли. Ну-ка. Так. Ну-ка, попробуем выбраться так. Ну, понеслась. Так, теперь ползите через окно, используя... Ну, понятно. Так, посмотрите на дверь, используя колесики мыши или клавиши. Ну, я привык обычно к колесикам. Потому что по мне это как-то более-менее удобно. Так, ну мы выбрались. Я столько не думаю, что это была хорошая идея. О-о-о. Падали там и высоковато. И больновато, я смотрю. Ой. Блин, бедняга ли. Даже не завидую ему. Так, обойдите машину, используя даболга. Ну, то есть вперед. Ну, ничего, сейчас отползем. Так, давай ли, вперед. Так, видимо, этого копа то ли его тащили, то ли он полз, не знаю. Даже как-то не нравится мне вся эта картина. Так, давайте попробуем взять дробовик. Так, давай попробуем взять его. А хотя, думаю, это была не очень хорошая идея. Так, вроде не заряжен. Да, он еще при этом не заряжен оказался. Будет легче нести его без наручников. Давайте возьмем патрон хотя бы. Думаю, патрон-то мы сможем нести. Ой, бедняга. Может, зря мы его мучим, заставляя таскать патроны и все такое. Ну-ка. Может, еще раз попробуем зарядить на этот раз. А зарядить? Хотя, в принципе... Да, вот я тоже подумал, что... Может, в принципе, наручники мешают им ли взять и нормально зарядить оружие. Ну ладно, хотя бы у нас патрон есть. Если что, когда освободимся, возьмем дробовик. Так. Подходим к трупу офицера. Надеюсь, что это труп. Ну и берем ключи. Да и они, как всегда, оказались на самом видном месте. Ну да ладно. Дерьмо. Так, возьмем... Опа. Что-то с опаской как-то... Ли взял ключи, ну ладно. Так. И теперь давайте-ка... Откроем последний замок. Ой. Ой-ой. Что-то не нравится мне-то. Офицер? Офицер! Фак! Фак-фак-фак-фак! Естественно, от этого ничего не стоило хорошего ожидать. Так, быстрее. Так, все-таки хорошо, что мы патрон с вами сделали. Потому что... Мы сэкономили на этом время. Так, Ли, давай. Черт. Давай-давай, хватай. Так, успеем. Один гребаный выстрел. Фух. Черт возьми. Эффектное довольно начало с вами. Эх, мы увидели. Опа. А это еще чей силуэт? Помоги! Позови кого-нибудь! Здесь! Здесь стреляют! Так, уже музыка нехорошая играет. Беда! Ли, давай вперед! А, черт! Ой, 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 ой! Так. Опа. А их что-то многовато стало. Что-то подводили. Давай. Так. Давай, Ли, давай! Давай! Черт, мне кажется, что они его схватят сейчас. Черт, упери. Давай, давай, мужик. Ты уже почти добежал по забору. Вперед! Давай! Фух, пронесло. Наверное. Твою мать, я не ж могут забор былом, мать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Черт. Фух, повезло. Кто-то отлег. Их, это уже радует. Ну и что тут у нас? Эй! Есть кто-нибудь? Понятно, никого нет дома. Это уже интересно. Так, что тут у нас? Чайный сервис. Ну давайте-ка осмотрим его. Я бы не отказался наполнить одну из этих чашечек бурбоном. Да, думаю, выпить после такого не мешало бы. Блин, нравится мне стилистика игры, то есть вот графика, все такое. Действительно, вот графика, как в комиксах, вот, рисунок. Потому что... Даже атмосферу такую немного придает. Как будто читаешь вот комикс, но при этом... Видишь, что происходит. Даже какое-то участие свое принимаешь. Ну ладно. Может, в доме кто-нибудь есть? Привет! Есть кто дома? Мне нужна небольшая помощь. Понятно. Никого нет дома. Но, все-таки, думаю, может стоит войти. Так. Еще дверь херово открывается. Прекрасно. Я вхожу. Не стреляйте, ладно? Ладно. Окей. Ай, бля. Эй. Я не грабитель. И не один из них. Похоже, этим людям нужна была помощь больше, чем мне. А может и быть. Ну, давайте-ка рассмотрим, что тут у нас. Так. Судя по всему, здесь жил ребенок. Либо до сих пор живет. Неизвестно. Так. Фрукты. Так. Что-то нам автоответчик скажет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лифт. Лифт. Ой, блядь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали. We love you. We love you. We love you. Ну да. Даже фотография говорит, что тут живу ребенок. Папочка? Что? Алло? Тихо, нужно быть тише. Ну, давайте выберем, я не монстр. Хорошо. Теперь, я так понимаю, наш герой хочет найти эту девочку. Как тебя зовут? Я Клементина. Это мой дом. Привет, Клементина. Меня зовут Ли. Так, спросим, где твои родители лучше. Где твои родители? Они уехали в путешествие и оставили меня с Сандрой. Они в Саванне, кажется. Ну там, где лодки. Ты в безопасности? Я на улице в домике на дереве. Они не могут сюда залезть. Умно. Видишь? Ты видишь меня? Я вижу тебя через окно. Привет. Так. Началось. Экшен пошел. Так. Так, давай, беги, Ли, вперед. Так, черт, срань господни. Так, ну-ка. Мой бедняга, бедняга, Ли. Черт, как мы из этого выкарабкаемся-то, а? О, отлично. Так, так, черт, боюсь нам молоток не дать взять эту сучку. Ну-ка. Кью, 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 кью. Отлично. Так. Так, грабай молоток, вперед. Так. Ну-ка. У. У. Вроде отделались. Надеюсь. Фух. Блин. Привет. Ты убил ее? Я думаю, это было что-то другое. До меня. Я слышала ее крики две ночи назад. Наверное, один из монстров нашел ее. Две ночи назад? Да. Видимо, это и случилось. Ты была одна все это время? Да. Я хочу, чтобы мои родители вернулись домой. Знаешь, я думаю, что это займет некоторое время. О. Но я не знаю, что произошло, но пока я буду присматривать за тобой. Что нам теперь делать? Ну, естественно, поищем помощь, пока не стемнело. Мы должны найти помощь, пока не стемнело. Ага. Но еще не безопасно. Интересно, как... Пойдем, будьте рядом со мной. Мне просто интересно, как он с такой ногой дойдет. Ну, ладно. Ну, ладно. Правильно. Уже закрыть дверь, мало ли, ничего. Так, ну что, пойдем? Что-то игра, конечно, сегодня немного подлагивает. Даже не немного, иногда это прям бесит. Ну, ладно. Что поделать? Ну, Клементина, введи. Хотя, подожди, у Ли что-то с ногой, поэтому лучше особо не торопиться. Так, там кто-то впереди. Надеюсь, это не ходячий. Блин. С такими успехами я никогда не попаду домой к маме. Вот отстой. Обстановка-то накаляется. Так, ну что, давайте-ка подойдем к ним. В чем дело? Я не хочу сегодня ночью спать в доме на дереве. Но я знаю, что если уйти, то... А вдруг мои родители вернутся? Я не оставлю тебя одну. Я не оставлю тебя одну. Давай найдем побезопаснее место, где-нибудь поблизости, ладно? Это хорошая идея. Ну что, открываем. Эй, люди! Твою мать! Не ешь нас! Эй, мы вам не навредим. На секунду я подумал, что ты мелкая вдвоем. Заградете нас. Что происходит? Да без понятия. Значит, ты их видел. Можно и так сказать. Я Шон. Шон Грин. Я Ли. А это Клементина. Я Чет. Нам не следует находиться на открытом месте. Давай ты поможешь нам расчистить дорогу, а мы вытащим тебя отсюда. И заведем на нашу ферму. Там безопасно. Я не ее отец, я... Я ее сосед. Ее родителей нет в городе. Давайте собираться. Губа просто стоит тут. Что-то не так? Я... Понятно, не хочет уходить отсюда. Монстры приближаются. Мы должны идти. Ли, быстрее, помоги. Окей. Так, так, так. Давай вперед, толкаем. Так, 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 так. Ребята, вперед. Так, вперед, толкай. Давай, толкай. Нам даже решила помочь Клементина. Как Лила с ее стороны. Так, ну что, ей больше толкать нечего. Вперед, поконим. Ребята, вперед. Так, давайте мы поедем, мы помчимся. Эти ребята тоже ее соседи. Ну да, возможно, это и ее соседи. По крайней мере, были когда-то. Фух. Ну сейчас пока что обстановка выглядит мирной. Интересно, что было бы, если мы ночью пошли? Ну, думаю, ночью было бы небезопасно, потому что ночью можно было бы зомбя не увидеть. И тогда, вспоминай, как звали. А я так понимаю, это их ферма. Ну что ж. По крайней мере, здесь, ну, пока что безопасно. Это радует. Эй, Шон, я побегу домой. Моя мама будет рвать и метать от гнива. Это твой щек. Пересечемся завтра ночью. Рад был знакомству. Ну и мы тоже были рады. Все-таки они нас спасли. Слава богу, вы в порядке. Я тоже волновался. Что-то тут не так. Эти пары дней тут было тихо, как и обычно. Я бы не выжил без Чета. Ну, тогда я рад, что ты взял вас с собой. Ты привел пару гостей? Твой сын спас нас. Рад, что он смог кому-то помочь. Значит, вы выжили только ты и твоя дочь? О, нет, не его дочь, он ее сосед. Милая, ты знаешь этого человека? Да. Окей, ну, похоже, ты сильно поранил свою ногу. Да, с ней что-то не так. Я могу помочь тебе. Шон, иди пройду свою сестру. А ты сядь на лавку, я посмотрю, что у меня есть. Ну, отлично, уже как-никак медицинскую помощь окажет нам. Так, как-то посмотрел на все это. Неодобрительно. Ну, давай посмотрим. Да, она же чертовски распухла. Ну, все могло бы выйти хуже. Ну, похоже на то. Кажется, в городах сейчас вообще ужасно. Я не раз слышал твое имя. Меня зовут Ли. Раз знаком с Туле. Я Хершел Грин. Как-то случилось? Авария. Неужели? Куда ты ехал? До аварии. Просто катался. Не поверил, кажись. Мы сбили парня, одну из этих тварей, о которых ты на совершенном дороге. С кем ты был? С девчонкой? С офицером полиции. Ужасно мило с его стороны. Я ужасно милый парень. В доме полно моих родственников, и еще одна семья с фитхлево. Ты с дочерью сможешь отдохнуть, когда мы тут закончим. Я не услышал твое имя, дорогуша. Клем... Клементина. Не могу представить, честно, что ты прошла, Клементина. Я присматриваю за ней, пока не найдут ее родители. Эй, пап, я тут подумал. Давай завтра первым делом должны поставить вокруг фермозабор. Не думаю, что это необходимо. Я не знаю, что ты видел по телевизору или слышал по радио, но тут серьезное дерьмо скоро подвалит. Я не думаю, что... В общем, твой сын прав. Такие вещи тут не случаются, Шон. Пап, я серьезно. Ли, давай, расскажи ему, что ты видел, мужик. Так. Я видел мертвых людей. Меня преследовала пара мертвых людей. Ну, делайте то, что считаете нужно. У нас тут и так забот хватает. Ли и ребята, Клю, помогут утром. Нам нужно это сделать серьезно. Я уже сказал, окей. Ну, тут я и закончил. Завтра будет уже лучше. Спасибо. Если температура поднимется или нога распухнет, то скажи. Похоже, мы имеем дело с инфекцией. И что нам делать? Ну, придется пристрелить тебя. Ну, мы промоем ее, перевяжем, все будет окей. Окей. Ладно, это было бы неплохо. Клевое есть одеяло. Подъем с утра пораньше. Кстати говоря, куда именно ты направляешься? В Майкон, я думаю. Ну и хорошо. Ну, переночим теперь хоть. Пахнет как... Навоз. Манюр? Как, когда лево плопает? Я скучаю по моей маме и папе. Не сомневаюсь, Клим. Саванна, ты далеко отсюда? Ну, далековато. О, ладно. Да, и... Да, уж, придется далековато ей переться, если она хочет увидеть своих родителей. Уже и глюки какие-то. Черт, не к добру это. Эй, вставай. Я чешусь. Ну, ты же спала в кривую, маленькая леди. Тебе повезло, что у тебя нет пауков в лосах. Но я уверен, что папочка их отпугнул, верно? Я не ее отец. Меня зовут Ли. Я Кенни. Пап, нам нужно построить забор. Там трактор и все такое. Лучше пойдем, а то не узнаем, чем все кончится. Это мой сын, Кенни Маши. Хотя мы зовем его Дак. Дак? Ага. Его ничего не волнует, как с гуся вода. Ну, понимаешь. Последнее время это очень ценно, конечно. Согласен. Но, честно говоря, я думаю, это из-за того, что он дуповат. Пап! Но он отзывается и делает это с большим энтузиазмом. Ну, ты вроде говорил, что тебе нужно Мэйкон. Моя семья оттуда. Ну, Мэйкон по пути, и, честно говоря, я бы хотел поехать в компанию парня, который может нести бошки с этого, если нужно. Конечно, мы поедем с вами. Значит, у нас есть план. Милая, Дак, это Ли. И как ее зовут девочку? Клементина. Это очень красивое имя. Спасибо. Ну что ж, нужно приступать к работе. Мы все видели, на что способны они. Так что давайте побыстрее построим. Я тоже хочу строить. Да? Ну, нам нужен будет хороший перегатчик. Трактор? Круто! Так, и я приступим. К работе. Я могу проглядеть за твоей маленькой девочкой, но мы будем тут на крыльце. Отлично. Ну, знаете, думаю, на этом стоит закончить часть с вами, ребята. С вами был я, Глеб. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.